Мониторинг строительных объектов. Антикоррупционная служба посетила строящиеся объекты города. Городской конкурс N.A.H.A. В городе состоится конкурс песен, посвященный творчеству композитора Шамши Халдаякова. В рамках проекта «Антикоррупционное волонтерство» Антикоррупционная служба Карагандинской области совместно с Акимом города, Сапаром Сатаевым и представителями государственных органов, а также заинтересованными лицами провела мониторинг строящихся объектов. В 2023 году в Балхаже начали строительство пяти пятиэтажных домов в 10-м микрорайоне. Это дома под номерами 7, 8, 9, 10 и 11. Работами занимаются три компании – корпорация МСК «Строй», ТО «Городостройсервис» и ТО «Балхаж-Жебек-Жулэ». На сегодняшний день ведутся отделочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец этого и начало следующего года. Общая площадь каждого дома – более 4000 квадратных метров. В целом на строительство домов у нас здесь в Балхаже ведется три дома арендных. Это по государственной программе предоставляться будут социально уязвимым слоям населения в той категории многодетные и инвалидам первой-второй группы. Те, которые в очереди стоят. И два дома у нас строятся за счет займов. Это через отбасы банк два дома строятся. Здесь тоже программа рассчитана на очередников, которые состоят в очереди по категории социально уязвимых слоев населения, а также бюджетных работников, бюджетных организаций. В целом пять домов строительства идет. Ход строительства идет неплохо. Но есть вопросы по финансированию. На два дома в этом году финансирования не хватает. Сейчас эти вопросы мы решаем. О проделанной работе отчитались руководитель отдела строительства и начальники участков. По их словам, работы идут в соответствии с графиком, без отставания. Что касается строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры, то с июня этого года ведутся работы по благоустройству и инфраструктуре жилых домов. В целом, если по предоставлению жилья взять очередникам, у нас еще по второй программе выделены средства с республиканского бюджета на выкуп готового жилья. Там тоже сейчас строительство идет. Это у нас частные организации, предприниматели города строят дом под ключ. Потом мы покупаем квартиры. В этом году запланировано порядка выкупа 80 квартир. Если мы до конца года все имеющиеся наши объекты полностью завершим, то тогда мы где-то порядка больше 200 квартир в этом году планируем предоставить. Кроме того, антикоррупционная служба Карагандинской области посетила строительство комфортной школы. Заказчиком учебного заведения, строящегося в рамках национального проекта, является Акционерное общество Самрук Казна Карагандинской области. Ответственная подрядная организация ТУО «Балхаш-Жибек-Жоле». Стоимость проекта 5 миллиардов тенге. Учебное заведение возводится в 8 микрорайоне. Планируется, что новая школа будет введена в эксплуатацию 1 сентября следующего года. В рамках проекта «Антикоррупционное волонтерство» и концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы в городе прошла юридическая консультация для граждан. Ее цель – наладить взаимодействие с государственными органами по вопросам предупреждения и предотвращения коррупции. Сотрудники антикоррупционной службы области совместно с волонтерами провели юридическую консультацию в здании «Ашала Камдек». Все желающие могли получить ответы на вопросы, связанные с жилищными, семейными, трудовыми, земельными и другими сферами. Сегодня в рамках антикоррупционной мобильной группы мы посетили город Балхаш. На данном мероприятии были оказаны юридические консультации государственными органами, органами именно антикоррупционной службы, также правоохранительной. На данном мероприятии был именно акцент сделан на приемы граждан, именно на обращение. Данная акция в городе Балхаш проводится не в первый раз, она проводится на постоянной основе. Также именно были вопросы, касаемые трудоустройства, также именно куда обращаться в случае столкновения с коррупционными рисками. Это у нас колл-центр именно антикоррупционной службы по номеру 1424. Наибольшее количество обращений к граждан поступило по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, земельным отношениям, легализации транспортных средств зарубежным учетом, правилам дорожного движения, миграции и соблюдению антикоррупционного законодательства. В Балхаше состоится городской конкурс «Эн-Ага», посвященный творчеству композитора, народного артиста Казахстана и героя труда Шамши Халдаякова. Участвовать в нем могут работники производственного объединения «Балхаш» светмедкорпорации «Казахмаз» в возрасте от 40 до 60 лет. Цель конкурса – популяризация песен Шамши Халдаякова, поиск новых талантов и поддержка участников в развитии их эстетического вкуса. Конкурс будет проходить в два этапа. На первом этапе участники должны исполнить одну песню Шамши Халдаякова, а на втором – одну песню на свободную тему. Время исполнения каждой песни ограничено четырьмя минутами. Обработка песен должна соответствовать современному стилю. Порядок выступления участников на сцене будет определен по порядку заявок, принятых на участие в конкурсе. Победители конкурса будут награждены ценными призами и займут призовые места – первое, второе и третье. Стоит отметить, что в конкурсе участники могут выступать не только сольно, но и в составе дуэта, трио или квартета. Конкурс песен состоится 24 июля, 17.00 во Дворце культуры имени Магауя Хамзина. Дополнительную информацию можно узнать по телефону, указанному на экране. Конкурсные заявки принимаются по электронной почте на адрес кдтс-балхаш-собачка-бк.ру до 20 июля. 5 июля в 11.00 на автостанции города по адресу Акбай-Батыра, 52, состоится акция «Приемная на дороге». Она проводится в рамках реализации концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. Цель акции – взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и недопущения коррупции, а также повышение доверия населения к госорганам. Жители могут прийти и получить консультацию по интересующим их вопросам.